Ну продолжая тему сознания, точнее определение сознания, хотелось бы вот сделать некое как бы введение, наверное, надо об этом говорить, саму проблематику, потому что, ну та постановка вопроса, которую предложил Александр Балдачок, это о том, что вот есть различные определения сознания, да, и люди могут работать с этими определениями там, и как бы больше ничего делать не надо, как я понял, да, такая постановка вопроса. Ну, по крайней мере, как бы, это главная, по-моему, тезис состоял в том, что различные определения сознания, они амонимичны, да, то есть весь разговор сводится к разговору о словах. Нет, весь разговор не сводится, Влад, нужно передергивать. А, давайте вот так, я предлагаю, вот, Влад, сформулируйте ту основную мысль, которую я сформулировал, сказал, сегодня я буду говорить только об этом, зато мы только одну проблему, и ее буду разбирать, и ни о чем другом. Вот о чем я хотел сказать? В смысле, я хотел сказать, что правильно ли он понял, что он? Да, да, Влад хочет как бы оппонировать, для этого нужно сформулировать, что же я хотел сказать, чтобы... Давайте я попробую сформулировать то, что как бы я понял, да, действительно, потому что я понял так, на самом деле, что все как бы разногласия, которые возникали в наших спорах о сознании, они сводятся к тому, что просто мы по-разному определяем, что такое сознание. Нет, неправильно. Если определить, как бы, если провести различия, да, то как бы выяснится, на самом деле, что мы просто говорим о разных вещах. Если каждый может придерживаться своего определения сознания, внутри этого определения, как бы все как бы складывается нормально, там, логично и прочее. Вот как я понял вашу постановку. Нет. Мою постановку четко понял Игорь, когда я ушел, и в конце, когда говорил, вот под предыдущей, когда Балат выступал... Я тут не был какого года. Да, вот после, последний раз Игорь сидел вот здесь вот, и он сказал, да, говорит, вот все-таки все его обсуждали, обсуждали, но так и не понял, что говорил Александр, и проблема именно в том, что не в определениях, а то, что термином сознания, слово сознания, разные люди обозначают разные сущности. А я разве по-другому говорю? Конечно. Нет, я тоже самое сказал. Нет, нет, Палат, ты сказал, что есть разные определения сознания. Нет разных определений сознания. Я сказал, что... Про определения вообще, я про определения вообще не говорил. Речь идет о том, что разные люди словом сознания называют разные сущности, разные вещи, И поэтому нельзя говорить вообще о сознании. Можно говорить о предмете. О предмете каком-то, о какой-то сущности, о каком-то понятии. Вот нужно говорить, сегодня мы будем говорить об этом понятии, и будем говорить об этом понятии. Завтра мы будем говорить о другом понятии. Ну то есть я не вижу разницы между тем, что я сказал, и то, что вы говорите. Существенно разница. А в чем? Я не понимаю. Я говорю, что разные люди используют слово «сознание», обозначая разные вещи. Ну вот, все на этом закончилось. Все хорошо. Определять здесь совершенно ни при чем. Нет, просто я как бы, у вас, у меня назывался доклад «Определение сознания», у вас называлось еще несколько слов типа «Определение сознания». Только слово «определение» просто здесь общее слово. В данном случае имя, название давал Игорь, а не я, поэтому... Но я говорю, вы любите привязываться к словам, но это есть сама суть дела. Сама суть дела заключается в том, что есть несколько понятий, называемых словом «сознание». Вот в этом заключается суть слова. В этом я изначально говорю, что я не буду говорить вообще никакой сути дела, а буду именно только этот вопрос разбирать. С этого начинается. Правильно. Нужно определить. Теперь, к чему я понирую? Я говорю, что есть некая проблема сознания, которая включает в себя вот все, что вы говорили по поводу того, что это разные понятия или там разные сущности, она включает в себя... Я не знаю, как вы вообще такое-то есть можете оставить, потому что все виды определений, которые вы приводили, они на самом деле лежат в одной области и сводятся к одному. Нет, они в области в одной. Конечно. И поэтому это не аммонимие, как коса, коса, которая косит, и коса, которая у девушки сзади там болтается. Давайте вместо того, чтобы возвращаться к вашему докладу, я просто сделаю это введение, то, что я хочу рассказать, а потом, может быть, и все вопросы прояснятся. И вы любите спорить о словах. Я говорю, я сейчас не собираюсь спорить о словах, а об определении шла речь, или о разных сущностях шла речь, или там еще о разных понятиях шла речь. Это вообще не важно. Важно, что в чем состоит постановка проблемы сознания, как я ее понимаю. Вот есть два вида феноменов. Есть простые феномены, неразложимые на какие-то более мелкие феномены. Или если разложимые, то все это достаточно элементарно выглядит и достаточно понятно. Это, например, цвета, звуки, какой-то красный цвет или звук какой-то, или какая-то геометрическая фигура. Простые феномены. И, в общем-то, мы эти простые феномены, когда изучаем, если сразу их видим, нам сразу все понятно. Это как бы то, что непосредственно воспринимается. Есть сложные феномены. Эти сложные феномены, например, такой феномен, как, допустим, болезнь, такой феномен, как, допустим, экономика, или такой феномен, как сознание. Эти феномены, они сами состоят из многих отдельных, возможно, феноменов. Потому что есть некого рода наш человеческий произвол, в котором мы можем из общего картины мира вычленять его фрагменты, вычленять его феномены. То есть мы можем, допустим, и, в общем-то, этим занимается наука. Наука как подразделилась на некоторого рода частные науки. Каждая отдельная область какая-то, область связанная с биологией, занимается жизнью, физика занимается движением, химия занимается химическими реакциями и так далее. То есть, на самом деле, вся наука, все ее движение, оно состояло просто в том, что мы постоянно усматривали некого рода различий в мире, и некого рода область феноменальная, ее вычленяли, и эта феноменальная область занималась, или аспектом мира, занималась отдельная специальная наука. Вот точно так же у нас есть некий произвол всегда в вычленении феномена. И благодаря этому произволу мы можем, на самом деле, в таком феномене, как сознание, вычленяя его какие-то отдельные аспекты, придавать этим аспектам, это как будто бы вид целого. То есть, как поступает, допустим, судя по тому, что рассказывает Александр Балдачев, Чалмерс и прочие аналитики. То есть, вычленяя процесс внимательного восприятия, в котором присутствует сознание, можно взять эту часть и посчитать, что это и есть сознание. Как назвать ее перцептивным полем, и считать, что это и есть сознание. Это аналогично тому, на самом деле, как, например, взять, рассматривая машину, увидеть у машины колесо и сказать, что колесо – это и есть машина. То есть, все многообразие самого феномена, такого, как автомобиль, свести к отдельному колесу. Или взять, например, болезнь и сказать, что кашель – это и есть болезнь. И все многообразие феномена болезней, болезней различных, свести к какому-то отдельному симптому, например, симптому кашля. Поэтому постановка вопроса о сознании, она, конечно, прежде всего проблематична. Она начинается с того, что существует ли такой сложный феномен, как сознание, в котором отдельные его элементы, которые мы усматриваем в виде отдельных феноменов. Феномен, допустим, того, что мы теряем сознание или мы приходим в себя, в сознание. Феномен того, что у нас есть, например, ясное сознание или сумеречное сознание, что у нас там и проще, как бы, самосознание и проще какие-то другие элементы. Вот эти все элементы являются частями одного большого сложного феномена. Вот если, то есть вопрос ставится так, есть ли такой сложный феномен, которому все многообразие его проявлений можно было бы свести, как бы вот это, то есть собрать его из этих проявлений и понять, в чем мог бы состоять этот сложный феномен или нет. Тут на самом деле, как бы, в чем состоит проблематичность. Вот когда занимались симптоматикой болезни, да, так как бы, как мы, мы же не видим болезни, да, болезнь для нас проявляется в неких симптомах, там, допустим, в кашле, там, в насморке, там, еще в каких-то болях, там, да, и прочее. Как мы определяем болезнь, то есть, как врач это делает? Он по многообразию симптомов, там, да, как бы, усматривает за этими симптомами стоящую, как бы, порождающую ее некую причину, да, то, что можно было бы назвать болезнью. Болезнь, да, причем, как бы, эта симптоматика, она имеет эту глубокую историю, и то, что, как бы, раньше считали одной болезнью, сейчас, допустим, различает на две болезни, да, там, раньше была такая болезнь, там, типа проказа, допустим, да, туда причисляли любые болезни, связанные с кожными покровами, там, да, там, часто. Теперь мы, как бы, уже отличаем многие болезни, эти кожные, там, допустим, от того, что называем проказы, собственно. И точно так же в исследовании сознания. На самом деле, главный вопрос состоит в том, что, как бы, существует ли такой феномен, то есть реальный феномен, точно так же, как физики, да, вот, тот, который мы, как исследователи, да, вот, могли бы изучать, который проявляет себя многообразным способом. Или не существует. Или, например, здесь много феноменов, да, то есть, допустим, то, что язык привык складывать в одно вид, то, что язык нас научает говорить сам о сознании, как будто бы о сознании, как говорит это общественное сознание, да, там, например, дух, там, да, там, это сознание, там, восприятие. То есть, каждый раз, где мы говорим слово сознание, оно, как бы, нам навязывает, что это, вроде, как речь идет об одном и том же. Что здесь, конечно, нужен некий критический подход. То есть, можно ли довериться языку, как бы, да, и объединить это все в некое одно сущее или некий одно един феномен, или нельзя. То есть, это требует вот какого-то исследования. И, собственно, как бы, именно поэтому вопрос о том, где-то, занимаются ли вот люди, там, разными сущностями, называя их сознанием, это вообще вопрос историчный. Первичный вопрос состоит в том, что есть ли такой феномен, как сознание, сложное, многообразно себя проявляющее, в различных проявлениях выступающий, которые мы изучаем, которые, например, есть у Гегеля, есть, там, даже у Чайловерса, Александра Балдачева, у меня и прочего. И каждый раз, когда мы о нем говорим, да, мы, как бы, имеем в виду что-то, интуитивно понимая. Ведь, на самом деле, если вдуматься, определение всегда вторично. Определение всегда возникает, как некий способ, как бы, сообщиться с друг другом. Это, во-первых. А, во-вторых, на себе, как бы, да, некое родное уяснить, о чем идет речь, да, там, вот. Дать себе определение, знаете, поставить какие-то границы. Да, что мы подразумеваем, когда говорим об этом. И, ну, чтобы дать определение сначала, надо разобраться, как бы, вот, некими сфеноменологическими вопросами, на самом деле. Как, что, за что это за феномен, надо его как-то, либо сконструировать надо, либо как-то, там, выделить, узреть, да, там, как бы, понять, в чем он состоит. Либо эта задача может быть непосильная, да, и, может быть, на самом деле, и потому, о сознании до сих пор и ведутся различные споры, что не удается сконструировать этот феномен. То есть, естественно, что значит сконструировать его? Это означает, что, как бы, все составляющие, вот, нашего повседневного разговора о сознании, они, как-то, вот, войдут в этот феномен, как бы, составными частями, и нам будет ясно. Вот, как точно так же, как в аналогии с болезнью, да, что, когда проявление вот этих симптомов, оно говорит о, вот, о сознании, да, там, как проявление неких симптомов говорит о болезни, точно так же проявление неких, вот, это, феноменов, там, или, это, признаков, или, там, аспектов в нашем опыте, оно говорит о том, что, вот, это и есть сознание. Вот, собственно, постановка вопросов. Можно уже говорить, как к этой постановке продвигаться. То есть, продвигаться к этой постановке можно феноменологически. То есть взять всю совокупность данных нашего опыта и то, что в языке маркировано как сознание, относящееся к сознанию, и попытаться, описав его, посмотреть, что в нем есть общего, склеиваются ли они во что-то или не склеиваются. Но эта задача непосильная, естественно, для одного человека. Может быть, и задача, в принципе, непосильная, потому что сознание – это некий предельный феномен. Вы в нем постоянно погружены, и как можно со стороны на него посмотреть, это непонятно. А может быть, продвигаясь по этому пути, можно какого-то итога достигнуть. Но самое главное, что нельзя просто так вот закончить, обсуждать эту проблему, сказав, что есть разные понимания сознания. Они обозначают разные сущности. А надо слово «закончить». Ну потому что… Вы произнес, закончите. С этого начинать нужно с определения феномена. Никогда с определения ничего не начинают. Нет, с выделения феномена. Выделение феномена. Выделение феномена. Да. Ну его сначала надо выделить. Сначала нужно выделить. Я это и предлагаю. Вот Чалумс выходит на сцену и говорит. Друзья, сегодня мы поговорим о теме сознания. Вот сознание, я сейчас, вот здесь, стоя перед вами, в ТЭДе выступая, да, на международном уровне лекции читаю, буду называть кино, картинку, которая постоянно прокручивается перед глазами. Вот все, что я буду говорить, я буду говорить об этом, вот об этом феномене, который нам дали постоянно. Этот же феномен, словом сознание, называют мои коллеги типа Сёрля, вот он называет, что сознание это то, что к нам приходит, когда мы просыпаемся и уходит, когда падаем в обрак. Вот эта картинка, которая нам дана, то, что нам дано сознание, experience этот, вот я вот это, я выделил феномен. И ничто не мешает этим заниматься, то есть даже какой-нибудь биолог скажет, а что мне ваши проблемы в жизни, я вот буду заниматься таракашкой, вот маленьким таракашкой, почему у него такая-то лапка, не секает лапка, и нет никакой проблемы с этим. Вот другой человек и говорит, что сейчас я выделю феномен, о котором я буду говорить. Он его выделяет и без разницы, каким словом он его назовет, без разницы, как он его определит. Но он, ну так получилось, что он его тоже назвал словом сознания. Правильно, ну еще раз говорю, он назвал словом сознания, я еще раз говорю, что я ставлю проблему глобальней, просто глобальней. Вот мы называем словом сознания одно, второе, третье, десятое. Значит, я переформулирую эту проблему, как я ее понял. Значит, есть Иванов, который считает, что сознание дает в энциклопедическом словаре описывать, что он будет, о чем говорит. Он говорит, многообразие, развлечений и различий, первичный опыт. Вот. Выходит Петров и говорит в новейшем философском словаре, сознание представляет свой внутренний мир чувств мыслей. А кроме слов у вас бывает что-нибудь, кроме слов? Вот вы, как бы, прежде всего, полезли словаре. Нет, это не феномены. Почему? Ну, просто словарные статьи какие-то. Нет, здесь описаны феномены. То есть, когда физик пытается изучить какую-то проблему, он берет книжку, открывает и смотрит, что в этой книжке написано. Зачем это так упускать? Нет, я же говорю про феномен. Что такое работа с феноменом? С феноменом, что такое работа? Благо. Это означает, что сначала надо без относительно всех определений сначала выделить сам феномен. Как вы его выделите? Выделите феномен? Ну, как бы, без определений выделите? Может, какие-то признаки, допустим, вот мы к сознанию... А определение это не признаки? Нет, мы к сознанию относим. Но признаки это не определение? Не, определение это... Ну, хорошо, выделите феномен, о котором мы хотим нам рассказать. Я еще не говорю, что это еще проблема, чтобы его выделить во всей этой... Я имею в виду, есть какие-то признаки, по которым мы относим к сознанию. Хорошо, Влад, давайте я тебе отвечу и продолжу свой рассказ. Значит, действительно, есть Иванов, Петров, Сидоров, которые представляют себя некий феномен, о котором они говорят, который они хотят изучать и которому они в последующем или сейчас дадут определение, это безразность, то они выделили. Значит, допустим, у нас три есть человека, которые выделили для себя три разных феномена, разных, потому что они не могут согласиться между собой, что они указали в одно. И каждый из них назвал этот феномен словом сознания. Влад говорит, хорошо, я это знаю, я это учитываю, а теперь давайте мы пытаемся эти три феномена слить в один. Нет, это у вас так, наверное, работает. Нет, а что значит найти общий феномен? Жена, это никакой общий феномен, я говорю, есть... Нет, если уже три феномена есть. Еще раз говорю, феномен сознания один, если он есть. Но если уже три есть. Ну, а как, во-первых, то, что есть три, это ваше? Если три человека сказали вам, вы говорите, вы не правы. Ну, это машина, допустим, один сказал колесо, другой сказал руль, третий сказал стекло, и что? Влад, вы делаете из этих людей придурков? Это не я придурков делаю, это вы делаете из этих придурков. Нет, они сами. Они-то говорят о сознании, а это вы говорите, что они говорят о разных феноменах. Нет, каждый говорит о сознании. Правильно. Вызывая разные феномены одними и теми. Почему разные-то? Они просто... Как можно определить, что такое слон? Подойти, один подошел, хвост потрогал, да, был слепой. Другой подошел, потрогал ногу, а третий пошел, потрогал ухо. И у каждого будет представление о слоне в соответствии с тем, что как бы он потрогал. Вы, например, потрогали, что сознание это то, что теряет человек, когда теряет сознание. Это ваше определение. Да, я, Парс, я замолкаю, потому что, если вы не понимаете таких элементарных... Да я понимаю это вы и не понимаете. Я говорю, постановка вопроса состоит в том, что сначала надо выделить феномен, как он есть. Независимо от того, Петров, Сидоров или кто-то еще. Почему вы считаете, что вы выделяете правильно, а Сидоров неправильно? Еще раз говорю, я не говорю, что я выделяю правильно. Я же не говорю, что я вот сейчас перед вами возьму этот феномен и разверну. Я просто имею в виду, что задача состоит в том, чтобы его выделить как бы... Вот, скажем так, Чаймерс вышел на сцену и выделил. Подождите. Он выделил феномен? Он какой-то... выделил феномен свой, да. Он назвал его словом сознание? Ну, назвал и что? Не прав он? Я не знаю, но как бы... Нет, он имеет право выделить феномен и назвать его любым словом. Он может вынимать любой феномен и назвать его любым словом. Почему вы с этим не согласны? Или там Иисус Христос, как угодно можно сказать. Почему вы с этим не согласны? Я не согласен с ним. Я говорю, есть сама суть дела безотносительно определенного. А у него сама суть дела в этом и заключается. Нет. Почему ваша суть дела более суть, чем его суть? Да, причем я же имею в виду, что есть проблема сознания. Вышел Чаймерс и говорит, есть проблема сознания. Нужно выделить сам феномен. Суть проблемы. Я в качестве этой сути проблемы выделяю вот это. Да, но остается... И говорит то же самое. Александр, за рамками этого остается еще много других всяких вещей, которые мы относим к сознанию. Много еще. Вы, но не он. Чаймерс не относит. Ну, Саран, еще раз говорю, Чаймерс не относит. Не только я. Гегель относит. Вся история философии. Вся история философии до Чаймерса. Что там, Чаймерсом философия закончилась, что ли? Значит, вы отказываете кому-то другому, кроме себе и Гегеля. Я ничего не отказываю. И люди могут разговаривать о чем угодно. О чем угодно могут разговаривать. Я говорю, что надо поставить проблему, как она есть. Так он ставит проблему, как она есть. Он поставил, ну, я говорю, ну, вот он локально поставил. Взял какой-то элемент, аспект того, что называется сознанием. Нет, он взял аспект, элемент от того, что вы считаете сознанием. А для него... Я вообще еще не говорил, что я считаю сознанием. Я говорю, что... Ну, Сарг говорит, что это элемент. Вы же изначально говорите, что это элемент. Потому что много чего еще другого, как бы, что не вошло. Не вошло. То, что вы подразумеваете. Нет, поди... А он подразумевает. Александр, давайте как бы немножко тон понизим. Я имею в виду, что есть как бы произвол использования слов. Конечно, никто человеку не запретит использовать слова, как ему заблагорассудится. Вы тоже можете там так же как-то по-другому использовать слово сознание и прочее. Но вопрос состоит в том, что как бы в принципе есть сам феномен сознания или нет его. Вот вопрос. Можно задать вопрос? Задайте. Була, где вот на этом феномене написано слово бирочка сознания? Нигде не написано. А почему вы верили, что именно на это написано бирочка сознания? Почему вы слово однозначно используете? Александр, а вы как бы умеете вообще слушать? Я сказал, что либо существует такой феномен сложный, который проявляется многообразным способом, либо не существует. Это еще вопрос, который требует выяснения. А по-вашему все уже, все выяснено. Если вы говорите, либо существует, либо не существует, значит на этом существует есть бирочка. Почему здесь бирочка? Ну, вот болезнь. Вот, например, вы приходите к врачу, у вас кашель и насморк. Он говорит, врач говорит, это грипп. А вы говорите, а вот где бирочка-то у кашля и насморка, что грипп написано? Вот в циклопедии там прописано. Где бирочка? Ну, у вас все в энциклопедии прописано. Вдруг, кроме энциклопедии, у вас есть какой-то другой способ-то узнать, на самом деле, про болезнь? Давайте послушаем. Есть вопрос исследовать, правильно? Можно исследовать. Феномен. И что именно это является сознанием? Вот как исследовать этот стол, чтобы определить, что он называется сознанием? Еще раз говорю, я могу вам слово сознание подарить. Изучая некий феномен в его проявлениях, можно придумать любое другое слово. Хорошо. А слово сознание вам подарить, если вопрос о слове. Хотя, конечно, на самом деле, это исторически и ретроспективно. За этим словом закреплены определенного рода смыслы. Уже. И когда другой человек приходит и закрепляет какой-то другой смысл, он должен его оправдать. Понимаете? Что он еще оправдать? Он просто говорит, я использую в таком-то смысле. Ну, он использует и беда, я и говорю. Есть термин диалектика. Диалектика у Платона это одна сущность. Один феномен, как вы говорите. Диалектика, скажем, у Кузанского это второй. У Канта третий. У Гегеля четвертый. Диаматий пятый. Это разные диалектики. Быть может, а может и нет. Ну, как может и нет. Вы что, вы спутаете диалектику Гегеля и Платона? Да я вообще, Александр, это как бы... Я понимаю, что у вас, конечно, все всегда там рассыпано, как бы... Да почему рассыпано? Сколько человек, столько мнений. Это эмпирический факт, что Платон словом диалектика называл не то, что словом диалектика называл Гегель. Я не согласен. Причем, два текста почитать? Да почему нет текста? Я... Наверное, вы знаете, что не согласны. Я читал тексты, ну как бы... Нет, дело в этом. Александр, мне такое интересное. Вы только один у нас философ, все считали. Да при чем здесь? Диалектика у Гегеля, это у Платона, и диалектика у Гегеля очень похожа, и в каком-то смысле это... Ничего общего. Даже ничего общего? Ничего общего близко. Ну, я считаю, что нет. Я считаю много... Давайте, я повторю... Давайте как бы просто не будем спрыгивать с темы просто. Я понимаю, что вам хочется убежать куда-нибудь с этой темы, на какие-то другие темы. Значит, вопрос... Давайте так, я просто резюмирую. Моя постановка просто состоит в том, что как бы... Существует такой феномен, да? Который сложный, феномен, который проявляется многообразным способом. И это требует исследования. Либо не существует. Заранее поставить вопрос и сказать, что вот как бы есть много различных феноменов, которые мы называем словом сознание. И слава богу, и пусть люди этим занимаются. Мне кажется, это отказ от решения самой проблемы. Один вопрос. Один. Самый главный. Откуда вы знаете, что вот это единое называется сознание? Я ничего не знаю еще. Как бы я просто предполагаю, Александр, предполагай, как в науке предполагают? Просто предполагают. Вот есть нечто. Александр, я предполагаю, что есть такой феномен, что язык не врет. Что когда язык употребляет слово сознание, когда мы интуитивно используем слово сознание, называя нечто, что в этом есть какая-то правда. И надо понять, правда это или нет. Правда есть никакой и нет. Есть язык. Я согласен. Есть язык. И вот язык-то, сам язык используется Чалберсом наиболее точно. У вас естественно наиболее точно. Почему? Все правильно. То есть когда мы говорим, я потерял сознание, я пришел в сознание. Хорошо. А давайте я все-таки резюмирую, в чем суть-то. Я все понял. Вы хотите использовать сознание каким-то своим способом, можете использовать, можете как угодно использовать. Влад, неправильно. Я просто саму суть дела говорю, что помимо наших каких-то споров о определениях, о том, кто как понимает сознание. Есть какая-то сама суть дела, не зависящая от нас, от нашего желания, нашей воли, неволи. Как в науке, на самом деле, как-то утряслось, вот эти все бесконечные споры о терминах, как-то утряслись, потому что есть сама суть дела. Ты можешь как угодно это называть, но саму суть дела, вот она есть в опыте, в эксперименте. Можно ее проверить и пощупать. Точно так же и здесь я предлагаю, все-таки сознание это нечто, с чем мы сталкиваемся каждый день. И вообще говоря, это нечто наиболее для нас близкое. И мы как бы, можно здесь тоже точно так же, исследуя, проверить на самом деле. Если я вообще говорю, язык нас все-таки толкает на то, что вот есть такой феномен сложный. Проверить, так это или нет. То есть попытаться это исследовать. Не складывать сразу лапки и сказать, что оказывается сознание там это многозначное слово и обозначает непонятно что, кто во что гораст. А попытаться все-таки сложить картинку, и может она сложится. Вот и все, вот мой посыл-то, позитивный. Независимо от нашей воли. То есть, может Александру это не понравится, что вдруг все сложится, а великий релятивизм так сострасыпется. Позитивный, мой позитивный вывод, что опыт нашего языка, опыт общения, опыт чтения литературы нам показывает, ставит перед фактом, просто ставит перед фактом, что разные люди, разные философствующие, в разных направлениях, и еще не только философия, а еще и психология, и нейрофизиология, которые используют этот термин, они этим словом называют разные сущности, разные понятия, разные феномены. Ну что раз говорю, я говорю... Собственно, я завершаю. Это поставленный... А объединить их невозможно, да? Это, я говорю, факт. Это факт. Я еще раз говорю, что... Если все подошли к слону, да, один взял за хобот, один взял за... Ну, Булат, давайте не прерывать. Ну, это же смешная, они галактичные истории. Ну, Булат, давайте не прерывать. Смешное, посмейтесь про себя. Так вот, сложилось так, на данный момент, на начало 21 века, на 16 год, при чтении разной литературы и слушании разных философов, мы понимаем, что они словом, термином сознания называют разные понятия, разные сущности. Позитивный вывод, какой можно из этого сделать? Нужно всегда учитывать это. Учитывать, знать, что это есть, этот факт. И при открывании книги сразу смотреть, в каком изначении, в каком смысле, какое понятие обозначает словом сознания данный автор. И пытаться понять, что он написал, если он пишет про сознание как первичную данность, как кино, читать это. Если он про... что Гегель читал, читать про это. Александр, а почему вы точно так же про физику не говорите? Потому что в физике этого факта нет. Да точно так же есть и тот же факт, точно так же. Так, Влад, давайте закончим. Тот же факт, тоже разные люди... И для того, что, и самый большой позитивный вывод, чтобы избежать, принципиально избежать склоки, которые у нас сейчас, нужно просто знать, о чем идет речь. Вот сейчас, Влад, сейчас я буду говорить о таком-то феномене. Вот о таком-то. Как ты его пишешь? Я не знаю. То есть, какими-то там танцами, словами, песнями, что-то вот об этом. И все говорят, хорошо, неважно, как он называется, будем говорить об этом. Придет Сидоров и скажет, давайте говорить вот об этом феномене. Да, будем обсуждать его. И чтобы не тратить время на то, чтобы убеждать, а давайте найдем, может, есть настоящий, в самом деле, феномен, который следует называть сознанием. Не в самом деле, а в самом деле, а в сложном. В чем здесь в самом деле? А почему сложный? Все сложные. Почему сложные? Есть простые феномены, которые не разлагаются. Все люди, которые используют слово сознание и называют некий феномен, они называют его не простым, а сложным. Все они сложные. Никто о простом не говорит. Никто не говорит, а мое сознание простое, а другого нет. Мое сложное. перцептивное поле куда уже проще на сложно еще как сложно то есть с другой стороны интересно было то почему ты считаешь что вот сформулировать более истинным образом феномен сознания это такая задача которая еще далеко впереди ты же это утверждает до слова а почему почему значит впереди а это как-то настоятельная задача что она нерешенна и вот александр яркий пример того который считает что как бы я на и неразрешимы по его поняла почему не то есть не найдем и такой единый сложный финале а зачем его искать но видно ну зачем его сказать но и как бы либо зачем искать либо не найдем я не знаю как у него там формулируется вот просто по факту я то тоже считал что всем понятно что такое сознание если бы александр здесь с бубном не бегал как было и вопроса такого бы не возникло что надо чуть-чуть это пытаться как-то его определить мне казалось что как бы и так понятно что как вот есть какой-то феномен сложный он до него надо добраться но раз есть какие-то проблемы с этим то как бы действительно вопрос надо поставить а если он может его не а то действительно может александр прав что как бы все все распалось то как бы да там на многообразии сюда и дальше все больше и больше будет распадаться по мере искать увеличение количества населения на земле здесь распада нет никакого я не распадик вы подразумеваете вы однозначно подразумеваете что было что нечто целое что распалось вообще-то говоря философия как бы всегда претендовала на то что именно что было нечто целое да сейчас все больше и больше растаскивают там покупает по уголкам да там берут маленькую проблемку раздувает это всемирных масштабов там это и называю распадами а когда ты раньше как бы да как бы фундаментально самосознание она сплавно примеру гигеля так сознание фундаментально или тотальность бы она с него начинается не все кончается ну я не говорю что я как бы придерживаешь допустим гигелянство в принципе как будут ну надо взять но игры если это если эта задача еще разрешимая может она не разрешимая это во первых а во вторых может такого феномена нет а мы привыкли просто так сказать по некому совпадению да по соседству называть какие-то там разные феномены там одним словом может все проще ведь каждый человек когда он начинает писать либо выходит на сцену говорит он хочет решить какую-то проблему это всегда проблема есть нужно сформулировать проблему который решается и поэтому слова здесь какие будут использовать термин здесь тоже не имеет значения меньше я сразу скажу вот скажем есть проблема перцептивной картинки есть сложная проблема сознания сформулированная конкретно по поводу вот этого сознания которое является перцептивной картинке который имеется кино вот для начальника это проблема есть скажем проблемы психики целиком проблемы психики некоторые философы называют и психологи сознанием всю психику или ставит какие-то проблемы решают опять же вот нужно сформулировать проблему и решать его а какими словами без разницы так я же об этом с этого начинался слова не имеет значения не значила сама суда так но в том то и дело чтобы уже поставлены перед фактом что когда человек начинает решать проблему он уже использует какую-то терминологию но потому что как вы них не мы не начинаем сначала да уже много сказано многие люди что-то сделали сделали вот и все и вот мы приходим и говорим постойте извините а зачем вы используете слово сознание вы неправильно используете слова это не так же просто а надо поставить вопрос а если вообще феномен так они работают александр а мы же можем как угодно что угодно называть это же вопрос этого вот говорили мы языком трепем человек уже работает у человека уже есть сложившая терминология у человека есть проблемы сформулированные и если мы хотим узнать на чем он работает какую проблему он решает какие возможные последствия решения этой проблемы нужно этим и заниматься в рамках того той проблемы и той темы мешает никто не мешает занимайтесь если вам интересно вот другой другая проблема да то я попытался сформулировать но я же сказал что попытался сформулирую что я если феномен такой общий огромный большой сложный которым хорошо все которым остальные как бы вот эти моменты до которые как бы вы разбросали когда мы решим допустим мы идеально решили вашу проблему и поставлены вашу вами задачу что произойдет с теми властями которые работали до того называют будет ясно на самом деле как вы как они относятся к этому может быть они просто вольтся как бы с как составная часть эти все исследования потому что все исследования связанные с восприятием на самом деле они относятся к сознанию естественно они должны отказаться с этим почему они должны отказаться игры все исследования связаны с восприятием относятся к сознанию это относится если они связаны самосознанием там да там относятся к сознанию и так далее там многие вещи которые сейчас исследуются как частности они все относятся к сознанию с психикой многие проблемы связаны со знанием там при создаться мы вы отличаем сознание бессознательное да то есть как бы как бы вот есть некая бессознательная которая как бы является границей сознания я предлагаю мне кажется на самом этом есть некое общее зерно и может быть если общий если мы поймем что есть некий общий сложный феномен может быть и высветится и все остальные как частные аспекты ты хочешь взять этот феномен во всей его так сказать если у нас да понятно но тебя не настораживает например то что вот скажем наука к примеру который ты временами тоже апеллируешь она ведь поступает для собственного развития совершенно не так когда теоретическая механика изучает законы движения тела то она делает одно принципиальное допущение которое не совместимы ни с каким предметом в мире она говорит что предположим что предметы абсолютно жесткие мы знаем что нет таких предметов просто вообще но тем не менее его целый раз целый раз делай и по теоретическим механикам сознание возможно тоже надо сделать какие-то допущения сначала надо сам феномен выделить что он существует только в теории кто феномен любой феномен то что ты занимаешься какой-то теоретической деятельностью в данном случае даже не очень важно это физика или философия да ты должен очертить свой предмет ты можешь его начинали единственным способом ты можешь его объединить по сравнению с тем что есть в реальности ты должен его кастрировать другого пути нет не должен есть как бы понимать я вот есть задача изначально феноменологии который состоит в том чтобы взять феномен как он есть я понимаю что это задача как бы идеальная сам идеальная задача какой пример феноменологии ты имеешь в виду кто гигель так поступает гусуль так поступает ну и смотри первые строчки и феноменологии я понимаю просто еще раз говорю что как все равно задача стоит то чтобы не упустить из самой сути дела ничего подожди все понятно вы объясняете элементарные вещи я все понимаю из этого задачи сама она не перестает быть задачи тогда это означает только что ты не понимаешь что там истинные истинные на небесах получить облака можно каждый раз как бы просто барахтаться в этих облаках и никогда не пробиться как потому саму сути дела просто стоит пробиться попытаться если этого не получится никакая феноменология не ставила себе такой задачи вот просто не когда не кайфа сухи не станет желательно и философии по поводу сознания никаких таких вопросов не ставил сама сама суть дела состоит то что сначала вот этот слой сложная вещь как болезнь сначала надо разобраться каким способом медитации каким способом надо взять совокупность как по проявлению которые вы приписывали к сознанию попытаться с ним как как это хорошо хорошо так взять всю совокупность и что если сделать конструктивно поработать читаться что это означает их создать теорию сочленить и чтобы разный как вот как как в этом собирает и части мозаика мозаика даже мозаик можно получилось общей картинке не получится может быть не получится может быть процессе исследований выяснили так какого александр что это вообще все феномены совершенно различные то есть но это задача как бы на самом деле осмысление и опыта личного какой-то и троспекции просто ставишь себе уникальную задачу которую еще никто себе даже не ставил не слава богу просто или то что такая задача я считаю что в этом состоит собственно настоящий проблема проблема взять не что определить сознание с ним работать сначала разобраться а те кто не так поступает что мы сделаем заниматься проблем нет проблем нет ну тогда было нет это страшно интересно как только у тебя что-то получится тут же нам расскажи потому что я не знаю ни единого примера когда не то чтобы у кого-то получался такой проект но кто-то даже пытался ставить или нет еще раз нет гегеля почти получил да ничего там сознанием что там все самое начало еще раз я даже целял может быть и получил влад еще раз первая строчка феноменологии духа не предисловие с введением афинологии духа он говорит из всего богатства чувственного опыта нам нужно взять только формы вот те две формы нет нет значит интерпретация когда берут текст и понимает на каждом давайте я процитирую тебя там 10 мы тебе верим верим это потом кого а ты найдешь и потом как у меня на самом деле какие-то конечно наметки к тому как вы может было это изучать уже есть как бы разрознен и да там и конечно же они никак не организованы это требует чего я пытался там определять пространство которая присутствует во всем и восприятие и мышление там представление во всем да и как-то с этим работать пытался то есть но как был из этого конечно ничего пока не вышло но это не значит что это не может быть нельзя пытаться вот о чем вещь и это как бы иная как бы да вот мне мне показалось просто что вы александр немножко как бы негативно или так сказать пораженческие отнеслись то что это что вот ну есть разные феномены типа раз люди называют сознание по разным и слава богу я считаю что это как бы разделить отказ от проблем абсолютно нет было понимаете в чем проблема допустим человек занимается психикой занимается проблемами психики и он исследует ставят проблемы доходит какие-то решения задает вопросы дает ответы он работает в этой теме вот но так получилось так получилось что называет психику сознанием ну что хорошо нормально пускай занимать я не ставил вопрос у как вы о сознании каком-то я просто констатировал что есть работающие реально добиваешься каких-то результатов пытающийся решить проблемы люди работающий в разных областях добивающих и называют они на своем создании так что плохо это не поражение это констатация просто ситуация сложившийся это не то что я утверждаю что нет и не может быть низ не стала истина стола не стула истина стул не сознание истина сознание есть разные феномены которые могут по-разному называться вот если человек так назвал так и слава богу просто выяснить что он это назвал и скатерть ему дорога флаг в руки барабан и фейерверки ну-ка это не поражение а это 10 конечно второй разговор по поводу слов как бы но я просто не хотел сейчас именно по поводу слов делать дело то что действительно так ни странно на самом деле мы воюем словами да и по и как бы использование слов да как антон отговорил да это своего рода там кто кто первый как на тебе этого за флаг там как-то флаг схватит и начнет махать то если как бы вдруг сознанием если допустим англоязычная литература часто сознание называет перцептивное поле там да и прочее как бы а если они заполонят своей литературой все как да нам деваться будет некогда мы как бы пока проигравшая сторона были вынуждены говорить на их языке почему не обязательно но точно так же как мы сейчас на самом деле как это полу проигравшая сторона там говорим вынуждены говорить на английском языке да там во многом там в интернете там как бы там используя язык программирования нет конечно есть задача унифицировать как можно терминологии привести ее к этому знаменателю для всех не просто дело то что терминология она не только она это вещь не случайно и как бы не нейтральная на самом деле назвав как бы осознание определенную вещь они бросают определенного рода в нашу культуру который сознание называется по-другому метод гомбультурия не в нашу культуру это гегелевскую евгений а наша как стать как ни странно она в частности гигельской мы очень много взяли имена от них на самом деле немцы как бы как философия нам наиболее близки вот то есть я предлагаю что есть здесь глава маркс там глобальная проблема которая была по поводу этой сущности некого феномена который поистине есть сознание вот его искать а есть куча мелких проблем есть body-mind проблем есть трудная проблема сознания есть еще другие есть проблема единица сознания какие-то нужно сформулировать эти проблемы относительно никаких сущностей нет не по слову а по именно по феномену как пулат говорит вот и попытаться их решать не задумываясь о том а если за этим что-то еще то есть есть и этим занимался и гегель и все философы занимались тем что они не искали нечто обобщающее единое решали конкретные проблемы гегель-то пытался он решал конкретные проблемы по ходу конечно он хотел получить в итоге но в итоге принадлежит он получил получил в итоге получил нечто общее это как бы каждый раз начинал то есть это все что например занимаясь экономикой друг давайте как кто-то будет заниматься там за рыночными отношениями и будет и все внутри рыночных отношений но не понимая что такое экономика как бы я и так и разве можно понять какой-то его аспект было вы затронули один из моих любимых примеров про жизнь не изучает все изучают либо лапку либо дыхание никто же сам микроскоп не смотрит и не пишет диссертацию по жизни даже когда пишут диссертацию о возникновении жизни хотя имело бы смысл на самом деле произвести какое-то различие фундаментально между жизнью и какие-то что такое определить это значит провести границы это проблема больше философской чем логическому согласен и нервы физиологам тоже не нужно глобальное сознание что решает нейрофизиологи сейчас какую проблему те которые занимаются сознанием конкретную ставят задачу как по нейронным коррелятам определить в сознании или вне сознания вот они определяют а где то есть практическое решение то есть вот лежит овощ в коме да и определить нужно позы за мордетом замеряя данный мозга сознание он или не в сознании и еще более того даже наладить с ним связь то есть если у него в сознании он сознание значит у него есть какие-то мысли какие-то внутренние ощущения значит он слышит восприятие есть то есть вот конкретная задача если человек называет есть у него картинка восприятия нет у него картинки восприятия значит он называет создание давайте определим есть у этого человека сознание нет они не решают глобальный и что мы должны спорить что вы неправильно называете сознанием не мы так не должны спорить ну вот это что просто это правильно что надо поставить глобальную задачу с позиции глобальной задания не будут сейчас не задачи тоже вот мы можем мы поставить глобальную задачу что такое бы жизнь, но биолог, который вы смотрите в микроскопы, будет плевать на нашу глобальную задачу, что такое жизнь. Так и этому нейрофизиологу, который решает частные проблемы сознания и строит теорию сознания, то есть теорию сознания, интегральную теорию сознания, с помощью которой они как раз и определяют сознание, если человек уже в кувкове или нет. Скажу так, нам не плевать, вот так, и уплевать, а нам нет. Нет, нам не плевать на большую программу. Собственно, философия чем-то должна заниматься. Да, но есть в философии и такая философия. Да я же не спорю, что она есть. Когда Чарльз или Танони выйдет вот сюда и начнет рассказывать про сознание, вы же не будете кричать, нет, это не то, вы не про сознание говорите. Мы должны просто понять, что они имеют в виду вот это, а эти термины обозначают вот это, и будем слушать, открыв рот, пытаясь понять, что они говорят о той сущности, которая... Знаете, есть очень хороший пример из науки, как бы, может быть, я не очень точно расскажу, да, мне его рассказывал Александр Абанькин. Дело в том, что на самом деле в западном мире мы по-разному понимаем, что такое устойчивость. У нас как бы устойчивость понимается по-люпу-ну, а у них как-то там по-другому. И с этим связаны, кстати, наши успехи, на самом деле, в деле там всяких там запусках ракет и прочее, прочее. А у них как бы она по-другому понимается, и у них как бы с этим там какие-то другие свои проблемы. И на самом деле это фундаментальное различие, понимаете, как бы вот связано с устойчивостью. И это касается даже науки. И если бы, на самом деле, мы сказали бы, да что там наше вот это определение-люпу-ну, давайте его выбросим, и будем рассматривать, как у них. Вот, и, ну, может быть, у нас, ну, как бы вот, вот такая постановка вопроса похожа на то, как вот немножко предлагаете вы, чтобы измериться с тем, что... Нет, наоборот, я предлагаю, когда говорить об этой формуле, говорить об этой формуле, когда об этой формуле... Я согласен, вы как бы, да, все приемлете там, готово. А я как раз считаю, что... Влад, это не вопрос приемлемости, а вопрос факта. Вот сейчас у нас в 16-м году есть такой факт, что люди, разные люди, одним термином называют разные понятия. Я не могу с этим ни спорить, ни принимать. Александр, вы уже повторяете, я имею в виду просто другое, что как бы всегда вопрос всегда ставится, то, что вот я так всегда рассматриваю, что есть некая борьба, да, вот. Борьба в том числе и за смыслы, да. И я согласен с тем, что любой человек может заниматься чем угодно, но вот я вижу просто на самом деле, что есть какая-то наступательная действия со стороны вот англосаксов, или как это там, англоязычных авторов, да, которые навязывают свои термины, понимаете. Вот вы считаете, что они не навязывают, а я считаю, что навязывают. Например, на философском штуре, к нам проникают такие тенденции через вас. А вот вы там читаете Чалмерса и против прочих там этих писателей. Я не говорю, что вы специально нам навязываете, но вы как бы говорите, что это же нормально, что они так называют. И я говорю, что, конечно, каждый человек может назвать что угодно, но против этого можно поставить только другую проблему. Да, мы должны заниматься своими проблемами, а не плестись в гости. Нет, нет, не мы, не мы была. Почему? Я должен заниматься другой проблему. Хорошо, я должен заниматься, это правильно, да. Я должен заниматься другой проблему. Ну вот и все. Ну и это не исключает того, что тот другой будет заниматься. То есть, по поводу Чалмерса. У меня огромнейшие расхождения с ним, с аналитической философией сознания, как американцы, как и нашей московской группы. Они меня на дух не переносят. И там глобальнейшее расхождение. Единственное, что я принимаю терминологию, что мне удобно так. То есть, я не знаю, каким словом назвать то, что человек теряет, когда у него даряют головой по палке. Ой, по палке по голове. Как это назвать? По палке тоже, да. Да, головой по палке. Как это назвать? Для меня удобно называть это сознанием. Да нет, ну назвали сознанием и назвали. Ну и все. Тогда этот спор вообще нет. Не, не, не. Просто вопрос остается. А все остальные проявления сознания у вас как бы выпали сразу? Слушай, почему сознание? Психики. Я называю все остальные проявления психики. Вот одно из проявлений психики, это сознание. Другое все называют словом психика. Вот этот комплекс весь. Ну, как вы понимаете, как вы указали на сознание? Вы указали на сознание отрицанием. Почему отрицанием? Потерял сознание. Нет, не отрицание. Сейчас я нахожусь в сознании. Все, что мне дано, дано мне в сознании. Это остенсивное определение, оно на самом деле, с точки зрения этого теории, оно не работает. Как вы будете с ним работать? Вы еще каждый раз будете, давайте проверим, теряю ли я здесь сознание, что ли? Пожалуйста, я могу дать четкое определение. Нужно как бы определение же, оно должно быть развернуто в виде какой-то сущности. Нет. А не в виде пальцев, вот это я называю сознанием. Нет, в данном случае, я вам напоминаю, что мы определяем сущность. Не определяем сущность, мы выделяем сущность. Мы должны выделить, о чем мы говорим. Вот я выделил, о чем я говорю. И ни о чем в другом. А какое определение я буду давать? В одном случае я дам одно определение, в другом случае, то есть, скажем, когда я буду говорить о субъекте, объекте, на уровне субъекта, объекта, и выделять там сознание, там будет одно определение. Когда я буду говорить о психологии, человек в сознании, не в сознании, другое определение будет. В сущности будет одна, но разные определения будут, потому что это на разных уровнях, разные терминологии будут разные. То есть можно дать определение на уровне лекции, сказать, что кино прокручиваем перед нашими глазами, и ежесекундно это и сознание. Игорь? Не, 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 я это самое. Ну действительно, тут не первое предложение, а третье предложение. И оно гораздо более запутанное, чем то, что я говорил. Ну, все убеги, чем то, что я цитировал. Но тем не менее, конкретное содержание чувственной достоверности придает ей непосредственно видимость богатейшего познания. Больше того, видимость познания бесконечного богатства, для которого одинаково не найти предела. Как тогда, когда в пространстве и во времени, где она протирается, мы выходим на лужу, так и тогда, когда мы берем какую-либо долю этого изобилия и путем деления входим в нужки ее. Ну, еще через два предложения будет, ну, на самом деле, все, что здесь есть, это, это и это. Ну, как бы, смотри, все-таки, при всей неточности моего цитирования, он говорит, что да, перед нами некоторое богатейшее познание, богатейший феномен чувственного достоверности. Да, и всякие этого всего мы можем выделить два сущности. Собственно, это наше новое. Мы истерное обнимание, это это и это. Да, это совершенно верно. Как только мы выделяем формы это и этот, мы кастрируем все остальное богатство, как бы, феномена. Ну, с этого начинается движение. А ты хочешь наоборот, ты хочешь сохранить все богатство феномена. Ну, только не всего мира же сохранить акту. Ну, не всего мира. Я же даже на самом деле вопрос не так ставлю, что начать с какого-то начала, да. На самом деле, уже, как бы, много что сказано, много что сделано, и много... Как-то язык уже, на самом деле, использует термины сознания, и уже что-то названо сознанием, и сознаванием, и прочее. Так это только хуже и дело. Ну, это хуже-то хуже, просто. Ну, во всем этом надо, как в завалах неких, разобраться. Надо взять это все, как бы, и как-то разбираться с этим. но не разбираться тем способом что все это уложить как маза есть и удастся если удастся но может безнадежно но по той причине что она как бы бесконечная в смысле длительности не знаю бесконечной просто как бы много было в истории безнадежных постановок вопроса и не все они были неудачными ну удача будет считаться нас есть теория это понятно все ограниченное и внутренние противоречия теория потому и должна быть это ограниченные какой смысл был блок теории которые были равна финалиму она должна быть как бы упакова упаковать этот феномен так на собишу может не было бы работать потому что конечно во всем многообразие взять это там бесконечное количество содержания. Надо как-то его сузить, как-то бережно, чтобы не упустить существенное. Но это вопрос действительно такой, это вопрос некой работы. И можно сначала как бы его сузить, если ничего не получается, опять вернуться к первоначальной ситуации, опять как-то повертеть, покрутить, опять как-то что-то там, может быть, это добавить, что-то выщелить. Но это, я говорю, это не вопрос, чтобы сейчас это обсуждать. Это надо просто брать и делать. Я не говорю, что это легко, я не говорю, что это решаемо, опять же. Может, это вообще не решаемо, просто как бы фантазия, что есть такое. Может быть, так ей не удастся никогда. Хотя Гегель, допустим, ну как мне кажется, там, и вообще как бы там Гегель, Кант, Фихтер. Мне слово сознание вполне как бы использует однозначно, как бы, и имеет в виду нечто определенное. И у них так вот не распадается на различные там феномены. И мне кажется, они это все-таки тоже не просто так говорят. Это тоже надо выяснить. Как они в этом смысле от Чалмерса ничем принципиально не отвечают? Не, ну Чалмер взял, как бы, с моей точки зрения, некий аспект того, о чем говорят Гегель, Фихтер и прочее, и назвал его сознанием. Ну и Гегель взял. Не, вот это просто Гегелевское определение сознания, вот с этим феноменом и этим выражением никак не Ну это сложно, да, согласен, да. С этим сложно. И здесь, Влад, я уже упоминал про психику. Мы понимаем психику как нечто... Как раз это больше к психике относится. Вот психика, некое общество. И когда Чалмерское видение сознания, мы явно видим это часть психики, да, некая часть психики, да. Вот. Мы же не говорим, что он урезал, он просто выделил психики сознание. Хотя некоторые... А, скажем так, я хотел сказать то, что некоторые всю психику называют сознанием. Есть такое. Вот определение, вот здесь вот, одно из них есть такое определение, что всю психику называют сознанием. Но при этом же мы не будем говорить, что если Иванов всю психику называет сознанием, а Чарльмс только аспект один, что Чарльмс вырезал из общего сознания часть. Я говорю, что еще перед тем, как заниматься какими-то отдельными мнениями, сначала надо с самим феноменом разобраться. Нет, у них это... Каждый разбирается своим феноменом, которым он занимается. Я согласен, что он занимается. А если кто-то захочет назвать, ну, скажем, действительно, ну, есть станок-механизм, да, и человек говорит, вот механизм, я изучаю станок, да. А кто-то говорит, нет, механизм это весь завод. Тоже прав. И будет говорить, что это неправильно, только часть механизма назвал механизмом. Ну, и согласен, это называется выделением феноменов. Выделением. Поэтому тот, кто изучает весь завод как механизм и называет его механизмом, не более прав, чем тот, который занимается изучением станка как механизмом. И тот называет этот механизм, и это называет этот механизм. У него оба права, у них разные задачи, они занимаются разными. Вот к этому сводится проблема. Мы знаем, что слово механизм используется для обозначения разных феноменов и локального механизма, и более глобального механизма. И это ничуть не мешает существованию этой технологии. Ну-то, по-моему, все-таки сознание немножко в другом аспекте здесь берется. Почему? Потому что действительно механизм это некий общий термин для многих разных механизмов. А сознание это же не общий термин для многих разных аспектов. Да. Ну как? Ну так и получается. Ну, ладно, ну так сложилось. Получилось, что у нас сейчас получилось так, что термин «сознание» используется для многих разных. Но это же не от хорошей жизни. Нет, не от хорошей жизни. Нет, нет, Влад, мы это констатировали. Дальше можно пойти двумя путями. Вы предлагаете, это нужно изменить, найти некое общее, и после этого вернуться и устранить эту проблему. А другие говорят, да ладно, пускай проблема будет, мы решаем частную проблему и будем решать ее частную сторону. Нельзя же запретить решение. Да нельзя запретить. Вот и все. Я скажу, что не прав. Проблема в всем состоит, что в философии и так нет проблем. Какие есть проблемы у философии? Вы предлагаете, да не, ну я не знаю, предлагаете вы или нет там. Есть проблемы. Какие? Ну, в каждой частной философии есть свои проблемы. Не, ну может быть, каждый частный есть, но так по большому счету, как бы, все проблемы, какие у нас были, все разобрали как бы их частные науки. Теперь у философии, собственно, как бы получается, что к чему стоит философия? Разговор о бытии. Все. Так а вот еще теперь, вот есть проблема сознания. Почему бы за этими проблемами не позаниматься? Вопрос же в этом состоянии.